И так, ребята, всем привет, и мы с вами продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. Привет, Артур, что ты надумал? Хочу продать это повел тому, кто его смотрел. Зачем? Я не знаю, что делать таким образом. Они его готовили. Блин. Что в бутылке вы работаете, для полиции? Я не знаю, что девка выгорит. Понимаю. Вы создавшим противополняцию Городовской Долу, когда организировали это повел. Теперь я исполню свой. Ладно, мне пора идти. Я буду вам мешать, удачи. Спасибо, Джон. Увидимся. Надо просить его заняться каким-то делом. Что-то заняться в жизни Брейтвейтов. Ладно, хорошо. Поехали к Брейтвейтам. Ты знаешь? Да, я там уже бывал. То, что именно мы должны сделать? Это лица даже могла, который мы взяли, когда взорвали в вистилляторе Брейтвейтов. Мне кажется, что добрые люди, которые были виноваты, которые были виноваты, которые были виноваты, которые были виноваты. Разве нет? Я как-то дал нам дачу. Нам надо поднакомиться, чтобы они поднакомятся. Смотри, есть два ванных ванных вантазах. Поскольку они друг друга не доведят до смерти. Я-то точно. Я-то сам видел. У него парня из Грейтвейтам и роман «Девушка-вистри» Брейтвейта. Да, но... Я им помогал. Ну, непритяжимо. Думаю, что их можно будет использовать. Даже не знаю. Но похоже, что они были виноваты с Настерном. Ну, может быть. Но я уверен, что если мы виноваты в это дело, то как-нибудь заработаем. Да. Да. Ну, вот. Майки с коронным недомик, верно? Брошедская деталь моя, как поживаете? Что же у вас? Помогу вам, дружище? Могу я поговорить с хозяином дома? У нас не хозяин, а хозяйка. Миссис Кэтрен Брейтвейт. Могу я с ней поговорить, с ней? А у меня ей сделала предложение. Я не желаю вам зла, а если вы будете не раньше, можете меня застрелить. Ладно, ладно, она в доме. Я буду желаю меня приграривать, пусть я бы все слышал, извиняюсь. Поехали. Да, я буду ждать, пусть я бы все слышал. Только как я буду ждать. Я буду ждать, пусть я жду. Я не могу. Чего вам? Мы нашли кое-что. Там, в холмах. Подобно бы вас там какой-то товар, который заинтригует. Какой-то. Я не знаю, что это товар, который и так принадлежит мне. А нам кажется, что это наш товар. Ведь он у нас в обладении, и мы ооочень старались, но не нашли на нём вашего имени. Заслабьтесь, он собираюсь вас грабить. Хотя, как видно, это не так уж сложно. Хотите заключить сделку? Вы же сколько его продаёте? По доллару за бутылку. Говорят, а тогда нам водить? Это наш самогон. Считайте это время до того, что мы его вернули. Иначе мы пойдём к продвинулому кого-нибудь другому, иначе вы получите пулю в лоб. Ну зачем уже начинать парьбу? Это пара бутылок спецнала. Заплати ему. Приятно иметь свое дело. И послушайте. Мы ваш товар не брали? Ну не самого знаю, а прикатали. О, я вам прекрасно знаю, кто вам показал. Шериф Грей. Знаете что? Нет, я его не возьму. В чем-то наговоряется, вы можете сделать мне одолжение. За которое я накидываю вам ещё 10 долларов. Вы достанете выпечку в долг. Вы зайдите в товар, на который будем выживать мистер Грею. И раздайте её посчитителям. Не важно. Шериф. Говорят, это называется расходы на рекламу. Как скажете нам. Вы ребята потом вернете ко мне и расскажете как что прошло. Может сыграем партейку в Риббит. Давайте все равно в кассалон в Роуте. Поехали. Ну что, я наконец продал облигации к Лонова. Получил до них около 1000. Хочу взять больше, но так-то ничего. Что они какие-то горячие. Особенно после Бонни в Валентайне. Да, сейчас все неплохо. Мы запустимого Корнову потратили путешественник на Пинкертонах. Он хочет, чтобы мы продолжали бороться с бандами, с такими как мы. Ага. Неудивительно. Так. Это может кончиться плохо. Вон Датч в авто городе уже какие-то дела. С серифом. Да, мистер Грей. Да, мистер Грей. Надо что-нибудь придумать. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Ну, конечно, не будешь. Ты... Ты будешь недоразбитым, братцем, клоуном. А ты мой брат-идиот. Просто... Сделай в рот на лице и помакивай. И даже тебе спасибо Марту. А это обязательно? Дай мне какую-то шляпу. А мне какую-то шляпу. А мне что-то куда-то делать. Ты только в рот. А ты прыгай бы чуть-чуть. Пришиться. Привасходно. А ты? Ты не умеешь говорить. Это же у нас с идиотом родилось. Робьем, блядь, маленький сердце. Ничего-ничего, Сэн. Ничего. Они здесь только. Ну, а я так, Фентон, спокойно. Понимаю. Она тебя так любила. Ха-ха. 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 Ха. Ха-ха. 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 Она установлена на нашем городишку, а вот мы прибыли братья. Здравствуйте, здравствуйте, я Мэл. Вот мой брат Фентон. Он, местный, вы откликните его, он забыл. Убил маму. Только он не биноват. А вы, ребята, не хотите или заработали? Ну, конечно, хотите. Попадурова в руки. Мы в нашей рекламе, а это на американской искусстве. Убеждать людей и покупать именно то, что нужно. Даже не знаю. И что-то долларов вы дадите нам полчаса. Но что плохого, мы это можем не творить за полчаса. Видите, потратите их на что-нибудь приятное. Идем, Фантон. Просто раздавай лапешку. Идем, Фантон. Господа! Господа! Меня зовут Мелвин. А это мой брат Фантон. Он ему говорит, привет! Он готов прибываться легкого и хардеревая. В следующем 30 минут, в этом баре, в этом городе, мы все пьем бесплатно. А то есть одно. В районе вычискера одна. Так что подпишитесь, пусть Фантон поработает. А только вы его не злите. Мама его как-то родила, и мы похоронили ее. Бедняжку. А-а-а-а. А-а-а. 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 . . . . Тр. . Продолжение следует... 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 записи звука, но, что ж, и главное, что я решил, и последующие буду записывать программой OBS. А на этом, в смысле, подобное, то есть если в итоге я буду записывать ролики, то именно OBS-ом. А на этом у меня всё, с вами был Кирилл, всем удачи и пока, если получится, завтра делаю ещё ролики. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok